Здорово, здорово, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Эван, и это новая серия по Редмиру МТА, второй сервачок. Сегодня я вам расскажу просто о идеальной тачке для перекупа, которая будет всегда актуальна и всегда в цене. Так что присаживайтесь повдобнее, и мы начинаем. Для начала мы закроем вопрос по Поршику, а потом уже начнется серия именно с этой тачкой. Наконец-то, спустя неделю я нашел вроде как покупателя на мой Порш. Сейчас давайте сразу оплатим ебать 1100 штрафов. Так, вносим на счет 1160. Операция, все, и оплатить все. Все, погашено. Спустя неделю я публиковал разные объявления продать свой Порш. В первый день мне написали пацаны, которые говорили, типа, 170 заберу, на эту, мол, дороже продам. В итоге, за всю неделю мне написало человек, ну, 3, может, а может и 4, типа. И все. Никто не интересуется Поршиком, это такой не ликвид я словил, оказывается. Хорошо, что я сейчас вот за 175 продам его с номером, и это будет прям идеально. Надеюсь, ничего не сорвется. Кто-то такой дрифтит офигенный, е60, вот заработок купил себе е60 и катался для души чисто. За 160, в смысле, он же за 175 хотел с номером. Ты же вроде хотел за 175 с номером. Так, посмотрим, на руки, не на руки. Принять. Если 170, ладно, пофиг, уже 170, главное, чтобы меня он этот Порш убрал. Потому что меня задрал уже. 7200 комиссия, у него не хватит бабок. Капец. Или хватит, или не хватит. 7000 комиссий, ё-моё. Инфо-тест. А, то есть он может посмотреть инфо-тест. Ебать. И достаточно средств у пользователя. Короче, я чувствую хана мои сделки. Либо за 160, либо за 160, сколько там, 4. Ну, за 164 с номером я манала давать. Я лучше на гильф потом перевешу, который я куплю. И заработаю с этого намного больше. Окей, снимаем номер. За 1000. Всё, сняли, да? Сняли, сняли. Принять. Ой. А как? Вот, добавить обмен. Turbo S. Добавить. 160 тысяч. Вот. Чу. Я просто снял номер, и комиссия упала на 5000. Ничего себе. А я даже и не знал такое. Офигеть. 160 тысяч долларов, ну, в принципе, всё верно. Готов к обмену. А, он поставил ещё 3 800. То есть там было бы около 80. 160 за Porsche. Ну, да. Всё, 320 тысяч. Спасибо. А я беру мопед и газую набу. Конечно, не заработал я ничего. Потому что я брал за 158. Ещё уложил у него за регулируемую подвеску. Цвет платил. И всё остальное. Плюс ещё номер снял. Короче, не заработал, а в минус ушёл. Ну, как бы номер остался. Но это хотя бы что-то хорошее. Ну, плюс-минус 0, короче, ушёл. Но это такой жёсткий неликвид этот Porsche. Что-то капец. Просто посмотрите на этот идеальный автомобиль. Просто по цвету, по внешнему тюнингу. Нажимаем на M. Слаживается люк. Вообще идеал. Но мне придётся его слить для одной ещё лучшей тачки, на которой я смогу заработать. Знаете, 6 тысяч. Множим на 60. Это 3 600. 3 600. Продать. Да. Блин, штрафы надо оплатить. Но я покупал его за 5 500. И, в принципе, сливаю его за 5 500. Я в плюсе. Но мог, конечно, ребятам продать. Но ладно уже. Эх, придётся его слить в БУ. Как я его не хотел сливать. Потому что он такой красивый. Просто этот 124. Вот напишите в комментариях, как вам такой 124. Ну, мне прям очень нравится. Ну, всё. Прощай, друг. Ты был офигенным. Просто офигенным. Mercedes-Benz 7 авто. Заходим. Мой 124. За 6 100. А, кстати, покупал за 5 500. Я ещё дёшево взял. И берём этот гелик за 119 000. Стробоскоп и звуковой радар. Нитро. Рек. Эбу. Купить. 119 000. Ушло. Я теперь счастливый обладатель гелика. Гелика, мать его. АТ-8770. На тонировочке. Ммм. Конечно, плохо, что я пятый владелец. Но сейчас, мне кажется, можно поехать. Обнулить за сотку. Вот эту. Кристаллов. Вот этих местных. Ой-ой-ой, какой он вальяжный. И заработать денег прилично. На нём. Ну, тысяч 20 можно, как минимум. Либо вообще не сливать. На таких полудёжных парах кататься на гелике. Отжимать бизнеса. Это да и т.п. А люк здесь работает? Это говно. Здесь люк не работает. А вот эта фигня. А, вот работает. Салончик, салончик. Кстати, я что-то решили дики 55-х. И морда 55-го гелика. Но в салоне это 63-й. Такое. Ладно, время уже час. Полступающий. Полвторого. Настрения у меня сейчас нету особо кого-то записывать. Поэтому завтра я проснусь, дозапишу ролик. И продолжим смотреть. О, кстати, здесь радар ТТ есть. Кайфарики. Встретил такого Макларена. Вот здесь катался на Р-8. Спросил у него, сколько мост стоит. Давай тебе тоже. Сколько может стоить такой вот гелик на таких вот расширениях, на таких вот дисках, с таким-то, таким-то тюнингом. С одним владельцем он сказал на 150-160 изи. Но я взял за 118, напоминаю. Чувствую мистера Крабсом с губки Боба. Сейчас доллары просто в глазах одни. Ладно, все. Быстрее иду спать, чтобы завтра заснять. Офигенский видос про прокачку вот этого гелика. Также хотел бы спросить игроков, которые шарят вообще про видеозапись. Там кто снимает всякие ролики. Террибыры, может, и дуберки, кто посмотрит этот ролик. Вот почему у меня качество через ShadowPlay стоит максимальное. Но когда я захожу и записываю МТА-шку, там, ГТА-шку, качество просто ухудшается. Хотя у меня здесь настройка стоит Full HD, там, графика. А вы можете спросить, зачем мы сюда вообще приехали, в полицейский участок Лас-Вентураса. Как вспомню, сам, времена посты всякие здесь прям хочется всплакнуть. А мы приехали к этому специальному голубому маркеру обновления регистрации. Потому что я четвертый из пяти владельцев, то есть я его на руки не продам. Вроде как могу только обнулить за 75 тысяч, либо за 100 кредитов. Конечно же, я не дурак, за 75 тысяч обнулять. Лучше обнулюсь за 100 кредитов. Я буду первым владельцем. Обнуляем. Все, был первый владелец. Так, заезжаем. Все, бомба. Теперь в этой машине есть один владелец, его нельзя обнулить. Конечно, сотка у меня уже ушла, это уже вторая сотня, но нормально. Вот я думаю, сейчас, хотя 8, 7, 7, 0, в принципе, прикольно выглядит. Но я хочу, блин, крутануть, но кай верят из того, что выпадет какой-то номер прям никакой. Потому что я уже рассирал 50 тысяч на это. Когда-то записывал ролик, когда я на кабан свой выбивал здесь номер. И в итоге я ни одного номера нормального не выбил. Давайте заедем, посмотрим, вернее, не посмотрим, снесем вот эту наклейку Давидыча, питбуля вот этого. И поедем, посмотрим для начала, сколько же он стоит в автосалоне. А здесь всего лишь одна наклеечка, значит, мы можем ее залепить где-то под стекло или еще что-то. Так, мы заходим в автосалон. Я сказал, заходим. И листаем вправо. Где-то ангелик. Вот, новый стоит 310. Едит 360. А вот этот сколько стоит? Стоит 160. То есть, свободно его могу продать за 150, за 160. Это считает истоковый. Но у меня же на тюне. Кстати, топливный баг здесь больше, чем у предыдущего. 340 максималка на сотом. У меня, не знаю, может 250 будет. Может. А может не будет. Вот реально вот такой выкатывается. Конечно, пипец какой он колохозный. Потому что это, по идее, 63 или 65. Я не разбираюсь. Вроде 60. Все говорят, блин, 65 и 63 говорят. Но это, по идее, блин, должен был бы 65 быть. Который переделали в 55, но с юбкой нижней, вернее, бампером нижним от 65. От Брабусного. И жопа от Брабуса, да? Или жопа от Менсери. Короче, полная солянка, можно сказать. Не знаю, что это такое. Еще плюс добавляют Брабусу вот эту. Наверх вот этот козырек. Еще спойлер Брабусовский. Убрали запаску. Короче, реально, полная солянка. 230 едет. Если так едет 200, и сколько? 320 или 340 на сотом, да? В принципе, все, что я хотел по гелику, я уже сделал. Как я сделал? Я просто заехал, посмотрел, что у меня стоит. Убрал наклейку, забрал. У, все. Мистер Перепук. Так, пацаны, стоял здесь где-то пацан на Бинтайге. Вот такой на 202. Говорит, что такой гелик стоит 145 тысяч. Со сменой FTA один владелец. Вот этот Макс говорит 140-160. Вчера, пацан, говорил 150-160. Короче, начальную цену, которую буду продавать, это 160. Если будут предлагать там 150, то я, в принципе, готовы бы отдать, если прям сегодня. Также могу, наверное, все-таки сюда налепить номер тот, который с Поршика, который я не смог с ним продать у 3-6-ки 197 и попытаться его слить, не знаю, там, за 200. Ладно, за 200 я не солью, но ты за 180 можно попытаться, в принципе. Я заезжал в покраску, не посмотрел, какой здесь тип покраски стоит. А здесь стоит матовый, не глянец, не стандарт, а матовый. Так что это еще плюс бабки. Ребята, вот сейчас я реально охуел. Просто Evo001. Фейки наступают. Че себе, приехали пацаны-черончики покупать у меня номера. Приехал он меня покупать за 15 тысяч номер. Я офигел, думал тысяч за 10, его максимум можно слить. А они приехали покупать за 15, при том всем, что он стоит 20 тысяч. И они заплатят 5 тысяч комиссий. То есть они заплатят, можно сказать, как из ГОСа, только купят у меня. Перекупские дела. Сделка, 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 сделка. Бенджамин принять. Добавить на обмен. Номер вот этот. Добавить в обмен. 5200. Вот 15 тысяч. У-у-у, все верно. Верно. Все. А че-то я офигел, что этот номер за 15 тысяч слил. И плюс, это считайте Porsche. Я и продал его за 160 по цену. Просто. И еще номер только что за 15. То есть за 175 Porsche я продал, можно сказать. Купил за 158. А я че? А я поехал продавать Елендос. Я просто не могу пройти мимо и не заснять вот эту красоту. Просто смотреть, какой Sky. Какой BRZ или это GT86, Takata. Какая слива. Какая Supra. А Supra, мне кажется, самая хуже. Здесь мне очень нравятся BRZ и Sky. Короче, рассказываю. Пацан, который хотел меня купить еще днем. Он купил семерку. Потом он продал семерку. И хочет купить. У меня за 140. Этот говорит 141, заберу. Пришел этот, говорит 145 возьму. Давай. Уже говорит 146. Я перед этим говорил 140. Перед этим говорил ему цена 135. 140. Так, если я за 146 продам, то это будет угар. Он говорит, а я гел очень хочу. Говорит, хоти. 146 давай. Потому что если я просру сейчас двоих клиентов просто, это будет максимально обидно. 146 тысяч. Все, я готов к обмену. Все, бомба. Можно? Готов. Появится вообще эта фигня? 146. Гелик. Все верно. Все. Изи бабки. Так, пацаны. Я словил золотую жилу. Просто есть все. И один владелец. И гелик. И опять на БУ. Поехали продавать. Чем же он отличается от предыдущего? Потому что здесь есть бравусные диски. Здесь задний бампер Менсори. Там тоже спойлер. Здесь есть там тоже. На крыше вот этот козырек здесь есть. Там тоже капот, в принципе, стоковый. Здесь тоже, как и там. Здесь бравусная решетка там не была. Здесь нету шильдиков. И передний бравусный бампер. Все, что ему не хватает, это тонировки. Да и все. Не, ну 9600, но гелик сразу стоит такой тонированный. Прям вообще ауф. Вряд ли за 145 типа заберут. Потому что я не первый владелец, а второй. В принципе, снимай по нему нечего. Номер я ставить не буду. Пусть будет просто рамка. Все, включимся, когда я найду покупателя. Так, пацаны, программа накаляется с этими геликами. Только так или что? Уже второй раз приезжает покупатель. У него нету места. У него что-то не то. Потом мне пишет в F1. Типа, стой, заберу гелик. Вот Сайленс написал. Давай 130к. Я говорю, пацан вот этот берет уже за 135. Он говорит, давай 135. Говорю, давай 136. И все. И получается, сейчас я в СК нету никого дома. А, значит, можно сказать, я не хотел его обмануть. В принципе, так и вышло. Хочет мне купить его за 135, но у него нету места. И я не знаю, сколько он еще будет этот дом искать. Пришел в Сайленс, и он хочет купить гелик. Сначала хотел за 135. 136, вернее. А в чем прикол? МГГТ типа на гелик и 132 тысячи. Ну, пошли. Если бы он сейчас не увидел, я просто угранул бы. Если бы мы все-таки обменяли. 132 гелик, все верно. Все. Удачи. Просто изи бабки. Изи. А на этом все, пацаны. Вот такой вот ролик вышел. Можно сказать, я превратился немного в перекупа на Радмире втором. Ну, потому что работать я не хочу. Без денег сидеть такой себе. Тем более, я хочу Макларен. Это моя цель на втором Радмире. Кстати, кому интересно, за эту серию мы подняли 27 тысяч на первом гелике. 10 тысяч на втором гелике. И 15 тысяч на номерах. Что выходит в сумме 52 тысячи долларов. Ставьте лайкос, если вам понравился данный видос. Напишите в комментарии, какие нововведения сделать в роликах. Интересно ли вам смотреть такой формат. Все. Обязательно лайкну. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока.